Привет, я Стас Давыдов. И сегодня я сломал себе очередную ногу без каких-либо на это причин. Просто вошел во вкус. Вы удивитесь, как это я уже четвертую ногу ломаю. А вы меня в полный рост видели? И первое видео, которое нам прислал Гранд Троллер, про необычный футбол. Блин, это выглядит намного веселее, чем обычный футбол. Но, как ни странно, это настоящий вид спорта. Серьезно, по нему даже чемпионаты проводят. И, насколько я понял, главное тут не сдуться. Мне кажется, этого игрой изобрели футбольные мячи, чтобы отомстить за все годы издевательства со стороны людей. Жалко, во времена моего детства эти круглых надувных штук не было. Мам, скинь мячик! И еще Илюху, а то у нас на воротах стоять некому. Удобно. В этом матче можно забить ворота любого из игроков. Да и в стенке не страшно стоять. Эти шары надежно защищают шары футболистов. Туда бы Аршавина отдать. Ему бы тоже понравилось. В этих штуках на скамье запасных не посидишь. А когда матч закончится, команды начнут по традиции обмениваться шарами. И это хорошо. Второе видео нам прислал Джубон. И оно про парней, которые умеют клево двигаться. Эу, я не понял, а где третий? Их должно, там трое быть! Ща поправим! Хотя, ладно, чё я пристал. Оригинал тоже крутой. Это ГОГОГОЛУБИ! Ты тоже дергал головой с ними? Да не ври мне, я все видел. Вебку надо выключать. Как эти чуваки круто двигаются. Им прямая дорога на подиум. На самом деле, 90% людей начинают вести себя точно так же, когда замечают камеру. Вот понимаете, другие голуби разносят птичий гриб, а эти двое разносят лихорадку. Танцевальную лихорадку! И это хорошо. Последнее видео нам прислал Пища Батман. И это очень популярное видео с America's Got Talent с 10 миллионами просмотров за 6 дней. В общем, это 6-летняя девочка Эрлин и ее 9-летний брат Исайя. Вы ведь уже чувствуете подвох, верно? Застыли в ожидании. А вот не покажу вам, что было дальше. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда. Ладно, не паникуйте. Вот, наслаждайтесь. Это так внезапно и брутально, как если бы Бэмби начал жрать сырую свинину. Или как если бы Симба после смерти Муфасы начал играть с его кишками. Если у этой девочки в 6 лет уже такой голос, может, Джигурда в 6 лет тоже был девочкой? Думаю, мама рада тому, что делают ее дети. Моя доченька вся в меня. Я точно так же орала, когда и рожала. А по воскресеньям она, небось, поет в церковном хоре. А что, у церкви сатаны тоже есть хор? В такие моменты задумываешься. Может быть, не так уж и плохо, что другие маленькие девочки слушают Бибера? Ладно, ладно, может, мы ее просто не так поняли. Вы ведь тоже не разобрали текст? Надо только добавить, что жюри детишек пропустили дальше. Если честно, то меня бесит, когда в такого рода шоу побеждают дети. Серьезно, они одерживают победу только из-за своего щенячьего взгляда. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Видео на обзор сюда. До пятницы. Я обожаю интернет! Их должно там трое быть! Их должно там трое быть! Их должно там трое быть! Продолжение следует...